Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Путин договорился с Ким Чен Иным о стратегическом партнерстве в обход санкций Совбеза ООН. Западная пресса с тревогой комментирует предварительные итоги визита российского президента в Северную Корею, куда Владимир Путин прилетел вчера по приглашению Ким Чен Ина. Главным итогом этого визита аналитики называют подписание соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который заменит предыдущие договоры о дружбе заключенные в 1961 году и 2000 году. Комментируя факт подписания указанного соглашения, Ким Чен Ин отметил, что отношения между КНДР и Россией вступили в период самого высокого развития. Пламенная дружба двух стран и соседних народов теперь будет только крепнуть. Российский президент с указанными словами согласился, поблагодарил северокорейского лидера за поддержку российской СВО и выразил уверенность в дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства. Указанные заявления Путина и Ким Чен Ина вызвали негативный отклик в западных СМИ. Западные журналисты обвинили Россию в нарушении санкций, введенных в отношении КНДР совбезом ООН. Российские власти эти обвинения проигнорировали. Это неудивительно с тем учетом, что Запад в настоящий момент уже истратил возможности для оказания дальнейшего санкционного давления на Москву и на Пхеньян. США и их сателлитам теперь приходится довольствоваться выражением глубокой озабоченности. В России КНДР указанная озабоченность не сильно тревожит. Конкретные результаты встречи Путина и Ким Чен Ина пока неизвестны, однако корейские государственные СМИ пишут о прорыве в двусторонних отношениях. Информация о возможном военном сотрудничестве между странами не афишируется. При этом в экономической плоскости, по данным северокорейской газеты Radong Sinmun, ожидается подписание множества документов. Российские власти выражают интерес к получению из КНДР природных ресурсов и минералов для интенсивного развития дальневосточных регионов. Речь идет о подписании контрактов на поставку танталовых и свинцовых железных руд, магнетита и известняка. Последний служит основой для цементной промышленности, и сейчас его приходится завозить на Дальний Восток из центральной части России. Северная Корея нуждается в поставках российской нефти, нефтепродуктов, газа, угля и продовольствия. В свою очередь Минсельхоз России проявляет предметный интерес к возу из КНДР яблок на замену польским и молдавским. Власти КНДР предложили российской делегации ознакомиться с качественной швейной продукцией. Глава Росатома Алексей Лихачев заявил о готовности построить для КНДР, плавучую АЭС Академик Ломоносов. Северокорейским друзьям этот проект показался интересным.